добрый день дорогие ребята сегодня мы с вами продолжаем изучать очень и очень интересные вещи и тема нашего сегодняшнего урока бактерии строение жизнедеятельность и их значения давайте мы с вами повторим на какие же царства принято разделять живые организмы правильно это бактерии растения грибы и животные на самом деле мир вокруг нас представлен микроскопическими организмами он полон чудес стоит только по-другому взглянуть на привычные вещи и волшебные превращения не заставят себя долго ждать обычный горшок с геранию стоящий на окне вдруг окажется настоящим зоопарком а клумба около дома непроходимыми джунглями научиться видеть невидимое легко достаточно просто быть внимательным ведь часто удивительная кроется впривычно ребята на самом деле мир принадлежит микроскопическим существам а в данном случае бактериям все без исключения функции для поддержания жизни на земле могут быть исполнены простейшими одноклеточными организмами в том числе и бактерии бактерии это такие микроскопические организмы которые встречаются везде где возможно на земле это самые древние существа на земле которые которые появились около трех с половиной миллиардов лет назад для сравнения земля возникла 4 миллиарда лет назад а вселенная 14 человечество несколько десятков тысяч лет назад особенно много бактерий в почве в одном грамме почвы может содержаться сотни миллионов бактерий бактерии самые мелкие живые существа на земле они относительно просто устроены это микроскопические организмы практически на земле нет места где бы не встречались бактерии они живут в альдах антарктики при температуре минус 83 градуса цельсия и в горячих источниках при температуре плюс 85 градусов цельсия плюс 90 градусов цельсия особенно много их в почве впервые бактерии увидел в оптический микроскоп и отписал голландский натуралист ливенгук в 1676 году как и всех микроскопических существ он назвал их анималькули позже в 1862 году луи пастер окончательно развенчал теорию саморождения пастер кипятил в с образной колбе молоко в котором содержались микроорганизмы после кипячения колба оставили на открытом воздухе за счет с образной колбы бактерии оседали на стенках и не достигали молока и процессы брожения и гниения не начинались а там где бактерии достигали молока там начинались процессы гниения и брожения таким образом было доказано что существуют какие-то организмы которые способствуют этим процессам клетки живых организмов прим приблизительно одного и того же размера а клетки бактерий в 10 раз меньше клеток остальных организмов клетки могут жить в различных условиях в местах где практически никто не может вышить кипящий гейзеры нефтяные подземные озера кислотные озера где отсутствует рыба некоторые бактерии могут выживать даже в космосе жизнь на земле без бактерий невозможно бактерии гниения и разложения превращают погибших растений животных и мусор который образует человек в перегной почвы почвенные бактерии превращают перегной в миле в минеральные вещества минеральные вещества нужны растениям для роста клубеньковые бактерии обитают в почве на корнях растений и обогащают почву азотом который нужен растениям бактерии участвуют в создании полезных ископаемых на земле бактерии являются санитарами планеты они разлагают остатки растений животных участвуют в круговороте веществ в природе они универсальные разрушители мусорщики они могут разложить любые органические вещества и многие неорганические без них бы невозможен был ни один круговорот веществ в природе верхнем слое почвы содержится миллионы бактерий на 1 грамм то есть примерно 2 тонны на 1 гектар можете себе представить что касается участие бактерий в симбиозе они обогащают почву азотом некоторые почвенные бактерии способны поглощать азот из воздуха используя его в процессах жизнедеятельности это азотофиксирующие бактерии они живут самостоятельно или поселяются в корнях бобовых растений проникнув корни бобовых эти бактерии вызывают разрастание клеток корней и образование на них клубеньков поэтому их так и называют клубеньковыми бактериями а что касается человека бактерии в нашем организме это невидимый орган такой же важный как и печень и сердце наш организм не мог бы существовать без множества микроорганизмов которые живут как на поверхности нашей кожи так и внутри нас наш организм представляет собой сложную экосистему который функционирует по своим законам для поддержания здоровья для долголетия необходимо ответственно и бережно подходить к работе и жизнедеятельности нашей собственной экосистемы кишечная микрофлора представляет собой сложную систему более 100 тысяч миллиардов что составляет более 500 видов бактерий ребята мы носим в себе около двух килограмм бактерий у каждого человека своя собственная микрофлора наиболее популярны молочнокислые организмы без бактерий наша жизнь невозможно кишечная микрофлора оказывает подавляющее действие на размножение болезнетворных бактерий таким образом превращает развитие инфекций тем самым вырабатывая наш иммунитет бактерии в кишечнике образуют также витамины бактерии переваривают углеводы посмотрите пожалуйста строение бактериальной клетки какая она удивительная итак из каких же частей состоит бактериальная клетка посмотрите бактерия покрыта капсулой капсула это слизистая оболочка снаружи клеточной стенки какие функции у капсулы она защищает удерживает воду транспортирует и хранит вещества придает форму клетки объединяет клетки в колонии клеточная стенка она определяет и сохраняет постоянную форму бактерий защищает клетку от действия механических и осматических сил внешней среды участвует в регуляции роста и деления клетки обеспечивают связь с внешней средой мембрана мембрана обладает избирательной проницаемостью то есть через нее проходят определенные молекулы белков жиров и углеводов цитоплазма это внутренняя жидкая часть клетки также у бактериальной клетки есть нуклеотид у бактерий как известно ядра нет но вместо этого есть сгусток цитоплазмы в котором находится молекула несущая информация молекула днк и называется это молекула нуклеотид переводится как подобное ядро у бактерий есть рибосомы каждый организм вырабатывает белок бактерии не исключение у них тоже есть части вырабатывающий белок и называются они рибосомы которые распределены по всей клетке вот обратите внимание на рисунок это вот меленькие меленькие точечки это и есть рибосомы бактерий у бактерий есть жгутики жгутик бактерии необходим для движения но не все бактерии обладают жгутиком не все способны к передвижению не все бактерии имеют особые ворсинки пили которых существует два вида одними бактерия прикрепляется к необходимым поверхностям другие служат для передачи информации между бактериями у бактерий также есть включение и плазмиды внутри бактерий как и внутри любого организма находятся запасные питательные вещества в виде различных включений а что же такое плазмиды плазмиды это небольшие дополнительные молекулы днк несущие только несколько генов но они не являются обязательными а теперь посмотрите пожалуйста бактерии имеют разнообразные формы бывает палочковидные бактерии или их называют бациллы бывает веретиновидные палочки бывают шаровидные бактерии их называют коки коки соединенные по два называют диплококи коки которые имеют вид грозди винограда называют стрептококи и так далее ребят обратите внимание бактерии уникальны вот так вот выглядят колонии бактерии на чашках петри которые выращены на специальных средах которые любят бактерии итак как же бактерии питаются бактерии бывают автотрофными которые сами могут синтезировать органические вещества из неорганических и гетеротрофные автотрофные бактерии могут синтезировать энергию солнечных солнечного света их называют фото автотрофы и энергию химических реакций их называют хима троф Бактерии, гетеротрофы бывают двух видов. Одни это сапрофиты, они извлекают питательные вещества из мертвых тел, а другие это паразиты, которые питаются органическими веществами живых тел. Как же размножаются бактерии? Бактерии размножаются при благоприятных условиях делением одной клетки на две через каждые 20-30 минут. Бактерии образуют споры для того, чтобы переносить неблагоприятные условия окружающей среды. Споры образуются путем высыхания бактерий внутри своей оболочки, они уменьшаются в размерах. Споры это как бы защитная форма при неблагоприятных условиях существования. Это своеобразные покоющиеся клетки. Они обладают высокой устойчивостью и высушиванию к действию повышенной температуры и даже химических веществ. Бактерии-паразиты. К ним относятся бактерии, которые вызывают болезни. Это возбудители тифа, холеры, дифтерии, дизентерии, коклюша, столбника, туберкулеза и другие. А бывают бактерии сапротрофы. Это бактерии гниения и брожения, молочно-кислые бактерии, почвенные бактерии. Очень интересная информация. Оказывается, существует суперантибиотик и живет он в земле лепреконов. Суперантибиотиками, взятыми из земли, сегодня уже никого не удивить. Почва, которую проанализировали, располагалась недалеко от градства Фермана, что в Северной Ирландии. Та земля издревле считалась целебной. Полторы тысячи лет назад там жили друиды. Их рецепты, впрочем, до наших дней не дошли. Зато прекрасно сохранился вековой рецепт более поздних ирландских поселений. Нужно взять небольшое количество почвы, обратите внимание, завернуть в хлопчатобумажную ткань и приложить к больному участку. Так лечили зубную боль, инфекции, горло, шею и многое другое. Казалось бы, почему? Как оказалось, что свежевыкопаемое антибактериальное вещество представляло собой ничто иное, как бактерию. Бактерии также бывают клубеньковые, как мы уже сказали, они фиксируют азот и находятся в почве. Используют уксусно-кислые и молочно-кислые бактерии в пищевой промышленности. Наши любимые продукты, такие как кефир, йогурт, сыры, творог, курут, все оказывается это результат деятельности бактерий. Молочно-кислые бактерии используются для приготовления молочно-кислых продуктов, но чрезмерное их образование приводит к порче продуктов. Бактерии могут выступать в качестве лекарств. С помощью микробов делают лекарства, витамины, получают красители и даже производят удобрения. Также бактерии используют в геологии для добычи нефти и природного газа. Бактерии-экологи очищают сточные воды и перерабатывают отходы. Есть удивительные фиолетовые бактерии, которые могут превращать человеческие отходы в чистую энергию. Они относятся к самой большой разнообразной группе бактерий. Все они фотосинтезируют, но в отличие от растений и водорослей, они используют инфракрасный свет в качестве источника энергии для своего существования. Это дает им цвет от коричневого до красного, включая фиолетовый. А вот давайте представим на минутку, что бы было, если бы на земле не было бактерий. Это было бы ужасно, жизнь была бы невозможна. Земля покрылась бы кучей мертвого вещества, и мы бы просто утонули в нем. Если бы не было бактерий, минеральные вещества в почве быстро бы исчерпались, не было бы пищи растением, погибли бы растения, закончился кислород в атмосфере. Ребята, жизнь на земле исчезла бы. Но мы должны понимать, что существуют также болезнетворные бактерии, которые являются паразитическими формами, и они вызывают инфекционные заболевания у человека, животных, растений и других организмов. Посмотрите, пожалуйста, вот так вот выглядит возбудитель дифтерии, вот так вот выглядит бактерия чумы, бактерия, которая вызывает парадонсит, бактерия бруцеллеза. Есть гнилостные бактерии, дизентерийная палочка, а вот это туберкулезная палочка. Очень опасной является бактерия ботулизма. Она обитает в почве, в навозе, в экскрементах животных, образует споры в среде, где нет кислорода. Она очень быстро размножается и выделяет опасный токсин, яд. Как ботулизм может попасть к нам в организм? Прежде всего, с пищевыми продуктами, с ветчиной, колбасой, домашней консервацией и особо опасны в этом отношении грибы. А сейчас, пожалуйста, посмотрите небольшой видеофрагмент антибиотики и бактерии, как формируется устойчивость. Бактериальные инфекции, такие как туберкулез, воспаление легких или чума, унесли больше жизни, чем все войны в человеческой истории. Эффективно бороться с ними человечество научилось только в 20 веке с появлением пенициллина. Однако широкое и не всегда разумное использование антибиотиков стимулировало ответные действия. Бактерии стали вырабатывать механизмы защиты. В начавшейся гонке вооружений человечество уверенно лидировало всю вторую половину столетия. Но сейчас ситуация изменилась. Ученые наблюдают появление резистентности к средствам последнего резерва, в то время как за последние 15 лет не было открыто ни одного нового класса антибиотиков. Микроорганизмы — древнейшее царство на Земле. Его представители заселяют даже арктические льды и кратеры вулканов, а мы для них лишь разновидность питательной среды. Вирусы, бактерии и археи всегда конкурировали за ресурсы. В ходе этой борьбы эволюция создала множество средств нападения и защиты. Некоторые из них люди позаимствовали у природы и назвали антибиотиками. Открытие первых антибактериальных средств задало направление и методологию поиска новых соединений. Но успехом в этой области сопутствовало распространение злоупотребления антибиотиками. Наиболее значимые факторы риска появления устойчивого штамма — это использование антибиотиков в сельском хозяйстве, неоконченный курс лечения или неправильно выбранный препарат. Антибиотики работают по-разному. Одни разрушают клеточные стенки, другие атакуют рибосому, не позволяя клеткам вырабатывать белок. Но против каждого типа воздействия бактерия может обзавестись механизмом защиты. Такой механизм требует больших затрат ресурсов, что создает неудобства для клеток. Но когда речь идет о выживании, то все средства хороши. В местах скопления инфекций, например в больницах, бактерии существуют в боевых условиях, они накапливают и используют полученный опыт. В результате появляются инфекции, способные противостоять большинству современных антибиотиков. Благодаря механизму горизонтального переноса генов бактерия может не только создавать технологию защиты, но и делиться ею с другими бактериями. В обострившемся конфликте выживают наиболее защищенные бактерии. Включается сильнейший механизм приспособления – естественный отбор. В то же время поиск новых антибиотиков наталкивается на целый ряд трудностей. Пенициллин был получен из плесневого гриба, но в дальнейшем роль продуцентов чаще доставалось бактериям. Однако естественная среда обитания большинства из них столь прихотлива, что воссоздать ее в лаборатории очень сложно. Другая проблема – экономическая. Поиск новых антибиотиков стоит дорого, а как только резистентность к найденному лекарству распространяется, оно становится ненужным. Но работа по поиску новых и совершенствованию старых антибиотиков продолжается. Благодаря молекулярному моделированию появляются препараты, сочетающие в себе сразу несколько видов воздействия, и бактериям сложнее вырабатывать к ним устойчивость. А вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Здесь изображены растения, которые поражены болезнетворными бактериями. Ребят, но бактерии не нужно бояться. Они были, есть и будут. Мы просто должны понимать, как защитить себя именно от болезнетворных бактерий. Обратите внимание, что очень актуально правильно мыть руки. Это ладони к ладони, обязательно между пальцами, обязательно тыльные стороны костей, обязательно пальчики и обязательно наши костяшки. Давайте с вами ответим на вопросы, что образуют некоторые бактерии при неблагоприятных условиях. Пожалуйста, ответы запишите в своей тетрадке. С какой целью у бактерий образуются споры? Верно ли, что основная роль бактерий в природе – это разрушение растительных и животных остатков? Предположите, что произойдет, если на земле исчезнут бактерии. Согласны ли вы, что бактерии могут быть причиной вспышки опасных заболеваний? Объясните, в результате чего сформировались месторождения нефти и газа. Итак, ребята, бактерии убиваются антибиотиками. Очень часто, когда мы заболеваем, нам назначают антибиотики. Ну и как мы себя ведем? Вот, к примеру, нам назначили антибиотик принимать в течение 7 дней. Мы день попили, два попили, чувствуем себя хорошо. В результате мы берем и сами отказываемся от антибиотика. Но это страшная ошибка. Почему? Потому что, когда вы не заканчиваете курс антибиотиков, бактерии, которые выживут, а такие будут, они приобретут сверхзащиту от этого антибиотика. И в следующий раз вам этот антибиотик не поможет. Поэтому для того, чтобы мы с вами могли лечиться антибиотиками от простых заболеваний, мы должны следовать всегда рекомендациям врача. И никогда не следует самим себе назначать антибиотики. Это большая ошибка. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, как называется форма бактерий. Итак, под номером 1, правильно, это коки. Под номером 2, молодцы, это бациллы. Под номером 3, правильно, это спирилы. И под номером 4, это вибрионы. Итак, ребята, давайте мы с вами повторим и закрепим материал. Каковы основные признаки бактерий? На какие группы делятся бактерии по питанию? Как размножаются бактерии? Что такое спора бактерий и для чего она служит? И в качестве домашнего задания, пожалуйста, подготовьте интересные факты из жизни бактерий. Ребят, для того, чтобы вам было легче готовиться, я вам высылаю QR-коды на дополнительные материалы. Вы можете приложить сотовый телефон к каждому QR-коду, и вам откроется целая публикация, которая вам поможет в приготовлении вашего домашнего задания. Обратите внимание, что при современных телефонах это очень легко сделать. Благодарю всех за работу.